Как полюбить себя? И это очень трудно. Без смирения себя не полюбишь. Когда человек открывает в себе грех, ему очень трудно признать, что это так, и не оправдаться. Мне кажется, любить себя, потому что возлюби ближнего своего, как самого себя, это любить в себе образ Божий, это любить Бога в себе, который тебя создал, Творца твоего. А это тоже непросто, потому что часто под нашими какими-то вздохами, под нашими какими-то недовольствами, что вот моя жизнь такая тяжелая, так мне плохо, непосильно, та жизнь сегодняшняя, идет просто открытый протест, обвинение Бога в том, что Он нам чего-то не дал, что Он нас забыл, недолюбил. Поэтому как полюбить себя? Это надо быть очень смиренным человеком. Своими силами, наверное, это невозможно, потому что ты ж видишь, какой ты. Святой говорил, всяк грех содеях, всякую нечистоту вложил в душу мою. Несмотря на все это безобразие, видеть в себе Божию часть, это такое смирение, такое дерзновение. Но я думаю, что этому нужно учиться. Нужно учиться хранить свой ум, свое сердце, следить за своими словами, за своими мыслями, за своими чувствами. То есть тогда, когда человек хочет полюбить себя, он должен бороться с грехом до конца. Потому что грех — это не любовь к себе, это отрава. Может ли человек говорить, что он любит себя и отравлять себя разными ядами в виде никотина, алкоголя, наркотиков? Это смерть себе. Может ли человек любить себя и произносить бранные слова, принимать мысли какие-то нечистые, чтобы полюбить себя как образ Божий, подобие Божие, и полюбить рядом с собой человека, в котором ты видишь брата, сестру, в котором ты видишь не мясо, а душу бессмертную, красоту Божию, а не однодневную какую-то рекламную. Здесь нужно перестраивать всю жизнь и настраиваться на тот стиль, на ту ноту, которую нам Господь своим небесным камертоном показал. Которую мы видим в иконе, где человек становится ликом, святым, освященным, где человек всю свою жизнь доверяет Богу до конца.